спасибо и здравствуйте прежде всего хотел вас поблагодарить что вы нашли время и пришли сюда послушать меня первое что хочется сказать вам и донести одну простую мысль то о чем мы говорим индустрия вот звукозаписи и вообще музыки музыки в кино индустрия в нашей стране испытывает огромные проблемы и это факт и об этом невозможно не сказать и об этом нужно говорить проблемы на всех уровнях проблема музыки в кино очевидно выделяются маленькие бюджеты нет возможности в полной мере реализовывать какие-то идеи проблема поп-музыки рок-музыки я имею ввиду групп и исполнителей которые есть в нашей стране почему проблема потому что на мой взгляд и на взгляд многих моих коллег которые здесь были лекторами вообще довольно известные люди в нашей стране все что касается музыки в нашем государстве она стагнирует на самом деле это не развивающийся рынок это не какой-то мир полный отличных артистов и записи это несколько классных артистов несколько классных и не знаю людей пишущих музыку и выступающих и все почему много очень причин я считаю что главная причина это в отношении наших граждан и людей занимающихся музыкой артистов и музыкантов к тому что они делают это отношение очень поверхностное неглубокое и люди мало работают и ну прежде всего над собой над продуктом который они делают и спасибо вот кто-то уже согласен и отсюда результат смотрите если мы возьмем как пример америку никакой политики но я считаю что америка это вершина музыкальной культуры на данный момент и уже много лет много десятилетий они первые во всем что касается музыки у них зарождаются новые музыкальные тренды от них приходит множество разных классных артистов и так далее так было не всегда начало двадцатого века музыкальной индустрии в америке но практически не существовало ну понятно зарождался джаз черный джаз так называемый так далее но особенно после великой депрессии американцы на государственном уровне поняли что с этим нужно что-то делать и развивать и очень просто президентскими законами было утверждено что в каждой школе америке будет свой оркестр мы это видим сейчас по фильмам очень часто фильмах когда школьники до играют в оркестрах это дало свои плоды очень быстро потому что огромное количество людей детей в школах начало серьезно образовываться музыки где америка это взяла как ни странно она взяла это советского союза после революции в те годы все равно у нас очень много внимания уделялось музыки отсюда да там до 50 до 60-х годов в нашей стране было очень много классной музыки я не говорю о политической стороне там что разрешали что не разрешали но было много классных композиторов я имею ввиду в том числе и скажем так поп композиторов как дунаевский да что отец что сын но отличные песни писали но все это начало на мой на мой взгляд уходить уходить на нет уходила уходила и в итоге к перестройке практически ничего интересного не осталось многие могут начать спорить приводить в пример русский рок кино гребенщикова что угодно простите для меня это не авторитет музыки лично это мое мнение в 90-х годах появилась волна бритпопа на западе наши постарались что-то сделать похоже начали появляться группы там но в каком-то смысле типа муми тролля появилась зимфирок сложно говорить насколько это великие или невеликие артисты но они пытались что-то сделать в 2000-х опять полный просад это очень грустно потому что это происходит не только в музыке песенной но и в в киномузыке которая части сегодня предмет нашей беседы смотрите в консерваториях куча людей выпускается каждый год музыкантов играющих на разных инструментах скрипачи я не знаю ну медная духовая до секция ну кто угодно и все эти люди большинство из них реально кроме пристрастий классической музыки и к музыке в целом не понимают для чего они это делают потому что рынка работы нет куда можно устроиться выйдя и закончив консерваторию в театр в маринку возможно попасть через какое-то время в первый состав маринки хоть какие-то зарабатывать более-менее нормальные деньги которые позволят хорошо содержать семью да и так далее на западе есть индустрия о чем я говорю когда люди выходят из высшего учебного заведения в америке в англии в некоторых странах европы они понимают что во первых на базовом уровне они могут найти работу ну там просто больше рынок но самое интересное начинается когда речь идет о больших серьезных оркестрах и составах записывающих саундтреки и музыку в кино люди там работают прежде всего не только за гонорар но и за роялти и это очень классная и рабочая система если ты попадаешь в состав который пишет музыку ну ты классический музыкант и попадаешь в оркестровый состав пишущий музыку для фильмов для больших фильмов ты получаешь большие роялти потому что у них существует шкала и чем больше бюджет фильма тем больше получает роялти музыкант и тем больше его гонорар их профсоюзы музыкальные регулируют это и от бюджета фильма высчитывается сколько получит музыкант за запись и это очень важно потому что люди которые репетируют и упражняются в игре на скрипке скажем 12 часов в день к примеру да они понимают ради чего это все они делают для чего они себя истязают они понимают что им нужно попасть сюда вот в этот оркестр и тогда они смогут работать работать на потоке играть хорошую музыку быть классным профессионалом востребованным и они понимают для чего это в россии огромная оторванность самих людей от возможности их самореализации и что еще очень важно если все высшие учебные заведения и это правда опять же америке англии и других стран они ориентированы на то чтобы человеку обучающемуся классической музыки давать и представление о современной поп-музыки мейнстрим музыки до разных стилях и говорить ему что совершенно нормально играть не только классику на участвовать в записи саундтреков или в записи песен поп исполнителей то у нас делается все с точностью наоборот я уверен что многие сталкивались или сталкивались их друзья с тем что в наших высших учебных заведениях в частности в питерской консерватории очень много нездорового снобизма наших людей обучают тому что прежде всего классика классика важнее всего классика лучше всего окей с этим и так никто не спорит она поэтому и классика но их почему-то учат что зазорно многих учат я знаю эти истории что зазорно участвовать в поп проектах в рок проектах и что людям остается им остается годы потраченные на овладевание инструментом и на изучение музыки и опять же инструмента ну зависимости от факультетов в консерватории просто перечеркнуть и заняться чем-то другим идти системным администратором еще кем-то но всем знакома эта ситуация это ужасно именно подобные вещи я вкладываю когда говорю что в нашей стране индустрия отсутствует это очень горько почему она отсутствует вопрос сложный и конечно на него сразу не ответить но я очень хотел бы чтобы вы это понимали мне кажется это важно потому что без понимания этого невозможно осуществлять хоть какие-то шаги чтобы эта индустрия появилась а шаги очень простые нужно расширять всеми возможными средствами учебную базу убирать снобизм и если все люди выпускающиеся из консерватории первый год выпуска оттуда не будут думать что они теперь все знают и что только классическая музыка который их там учили главный светоч а все остальное нужно нужно только отметать и они не будут нести этот снобизм дальше возможно что-то изменится в классической музыке сложно говорить за продюсерскую часть за кино на думаю что изменится и там потому что для кинобизнеса тоже все очень просто кинобизнесу важно зарабатывать деньги как и всем если приходит композитор или музыкант который выучился в консерватории и демонстрирует что он может только так он может писать только так как его заучили по этим шаблонам в консерватории если он может пользоваться только не знаю нотами и в лучшем случае плохо владеть каким-то аудиоредактором и секвенсором то кинобизнес будет это хавать потому что для них это дешево и они у них нет ни времени не желание разбираться что есть что-то лучше вы понимаете о чем я говорю я очень надеюсь что понимаете поэтому по простому мы слышим кучу сериалов на нтв на ртр и так далее где все на general миди сделано до сих пор до сих пор это не шутка на general миди на всех вот этих вот ужасных инструментах и тембрах и зрители это смотрят хотя это можно сделать лучше и проще если немножечко включить голову и убрать снобизм это первое что мне хотелось бы до вас донести дальше мне хотелось бы для вас рассказать вам рассказать ну тема нашей лекции до композитор и рекорд-продюсер я раз за разом сталкиваюсь с одной простой вещью что люди которые занимаются музыкой не понимают что такое рекорд-продюсер и вообще слово продюсер для них почему-то предполагает сразу наличие денег продюсер в данном случае рекорд-продюсер это не менеджер это как я уже не раз упоминал иосиф пригожину валерий это не рекорд-продюсер и не sound-продюсер он просто менеджер он ее директор он импресарио как угодно и это важно понимать потому что рекорд-продюсер человек прежде всего работающий с артистом как работает система идеализированная ну она на самом деле практически так всегда работает на западе есть какой-то исполнитель или исполнительница который агент лейбла который узнал о ней каким-то образом ну неважно хочет запустить с этого лейбла ее как продукт для всего мира сама эта исполнительница или исполнитель обычно отчасти автор своих песен но мы это даже не трогаем автор он или не автор ему нужны песни песни современные хорошо звучащие звучащие для определенной аудитории и так далее помимо парикмахера стилиста там имиджмейкера клипмейкера который снимет клип нанимается продюсер именно он является рекорд-продюсером это человек которого нанимает лейбл за большие деньги чтобы он из этого начинающего артиста сделал что-то сделал бренд в музыкальном смысле и рекорд-продюсер начинает работать что это за человек прежде всего это человек который очень хорошо понимает конъюнктуру рынка он знает что сейчас в тренде что сейчас слушается что скачивается в айтюнсе что крутится по ну какая музыка идет по радио соответственно по телевидению и особенно конечно в интернете потому что интернет это мощнейшее оружие на данный момент этот рекорд-продюсер обладает огромными знаниями в музыке даже если он специализируется на рок-музыке он все равно очень здорово и классно разбирается в других стилях музыки хотя бы базовым потому что хороший рекорд-продюсер делая рок-музыку все равно понимает что такое хип-хоп музыка и он с наверно сможет спродюсировать и хип-хоп артиста просто рок музыку он делает лучше то есть это человек с огромным музыкальным кругозором классической музыки и мейнстрим музыки и самое интересное что для тех из вас кому это важно кто чувствует себя в будущем или сейчас хочет быть рекорд-продюсером очень важно постоянное прослушивание новой музыки я раз за разом говорю когда мы обсуждаем это с коллегами или на подобных лекциях что бесконечно важно слушать новую музыку если вы делаете узкую электронную какой-то стиль музыки я не знаю только на аналоговых синтезаторах и драм-машинах и больше ничего все равно слушайте хип-хоп все равно слушайте майли сайрус все равно слушайте классическую музыку все равно слушайте тяжелую музыку потому что рекорд-продюсеру в каком-то смысле аранжировщику потому что именно аранжировщиком на стране считают этих людей помимо его кругозора и знания своей области и смежных нужна подпитка посмотрите вокруг на смежные там я не знаю писатель любой писатель вам скажет что невозможно писать книгу не читая других книг все писатели ну у меня есть несколько знакомых писателей и ну чисто для кругозора я это читал об этом любой писатель постоянно читает множество литературы разный прозу поэзию что угодно потому что именно это бесконечная зарядка упражнения для ума они наталкивают на новые идеи на новые мысли на новые способы выражения так и в музыке то же самое происходит с рекорд-продюсером если ты делаешь рок-музыку если ты постоянно вот в ней варишься и больше ничего не слушаешь то у тебя останется палитра из десяти там пятнадцати наработанных схем решений и все и это тоже неплохо но если ты помимо этого слушаешь другую музыку ты слушаешь современную танцевальную электронную музыку ты можешь что-то почерпнуть оттуда какие-то тембры синтезаторов или там то что сейчас популярно нарезание вокальных там треков на части и сэмплирование их как 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 инструмента до вставляешь это в рок музыку она остается рок музыкой но ты заставляешь свой проект звучать интересней шире и ну во всех смыслах лучше поэтому очень важно слушать разную музыку конечно безусловно record продюсеру нужно разбираться не только в классической музыке как в самой музыке но и понимать как она создавалась ему нужно уметь общаться на одном языке с разными музыкантами с классическими музыкантами с джазовыми музыкантами потому что помимо того что музыка конечно это универсальный язык и если несколько музыкантов работают над проектом я и говорю о настоящих музыкантах до которые по природе свои музыканты не просто выучились играть несколько аккордов они чувствуют музыку и они жить без нее не могут когда они начинают взаимодействовать обычно это не требует слов но запись этих слов требует и она требует понимания потому что невозможно записать поп-рок песню и продюсировать ее быть продюсером и и чтобы в этой песне играли струнные и не понимать как струнные взаимодействуют как они работают в аранжировке как они сочетаются в балансе между собой да ну невозможно просто невозможно во время записи не зная терминов классических объяснять музыкантам как им играть это просто невозможно даже если ты на нем дирижера даже если он управляет вот струнной группой ты сидишь слушаешь если ты не понимаешь что нужно изменить что получить то что ты хочешь ты не получишь то что ты хочешь я вас уверяю все топовые продюсеры на западе которые делают они постоянно самообразовываются постоянно они тоже ходят на курсы они берут частные уроки но нанимают преподавателей там не знаю дирижера кого угодно и учатся этой грамоте потому что невозможно жить не развиваясь в этом направлении и как я сказал не только в музыке но и не знаю там смежных вещей помимо этого конечно продюсер если он нормальный продюсер и он хочет добиться нормального результата должен знать техническую составляющую дело он должен очень здорово понимать что такое микрофоны он не должен знать что там за схемотехника внутри но должен понимать чем ламповый микрофон отличается от микрофона без лампы он должен понимать чем конденсаторный микрофон отличается от динамического ему неважно это увязывать в рисунке которые можем встретить на википедии нет но он должен понимать чем это отличается по звуку и почему в одной ситуации стоит поставить динамический микрофон а в другой ламповый а в третье вообще ленточный потому что каждый я не говорю даже про конкретные фирмы и модели но каждый из этих типов микрофонов я уверен многие это знают дает совершенно разный характер звуку и мелочей здесь не бывает если если здесь чуть чуть не знать если тут чуть чуть не знать если не разбираться как работает скрипки с виолончели я не знаю если не поставить не тот микрофон песня все равно состоится она будет звучать наверное как песня да если только все умеют играть но хита не получится и скорее всего не получится даже какого-то удобоваримого все наверняка сталкивались кто делал свою музыку вроде что-то делаешь очень долго работаешь над треком все вроде в порядке тебя уже все устраивает потом ставишь сравниваешь с какими-то референс ными записями своих любимых артистов там и так далее и понимаешь что что-то не так и начинаешь анализировать причины разные но понимая что чего-то не хватало иногда какие-то но очень широких мазков не хватает там ну очень мало басов треки окей это просто понять а когда например скрипки не в балансе но струнная группа не балансе это понять сложнее но слушатель то привык что на хороших записях скрипки звучат в балансе и он слушает твою запись или ты сам слушаешь ты знаешь ну привык слуховой опыт подсказывает что вот что-то тут не так если подсказывает и начинаешь думать а как же это исправить а знание не хватало не хватало понимание изначально и боже упаси я не не говорю что я все это умею делать я абсолютно простой человек который просто не знаю всю жизнь которого влекла музыкой который хотел этим заниматься и продолжает заниматься сейчас но я считаю что нужно учиться на анонсе вы видели что недавняя моя работа майор гром до которого недавно прошел и мы еще сегодня об этом поговорим но я вам могу сказать что мне очень многому пришлось научиться ну пришлось научиться стольким вещам на вот на одном проекте пришлось советоваться с кучей специалистов профессионалов пришлось брать дополнительные уроки без которых просто невозможно было но невозможно написать было саундтрек для оркестра из 90 человек не зная определенных вещей и это при том что работали со мной еще куча профессионалов был оркестратор который переложил все что написал на ноты но все равно невозможно было это контролировать и добиваться того результата которого хотелось не зная и важная вещь к чему вас призывает призываю это знание но если мы говорим о технике то микрофонами дело конечно не ограничивается потому что помимо микрофонов есть куча всего есть эквалайзеры компрессоры но все знают да что это такое я просто не знаю вы все очень разные я не знаю у кого какой уровень подготовки поэтому я стараюсь говорить максимально но просто и в каком-то смысле поверхностно чтобы донести до вас самые главные мысли бывают пассивные эквалайзеры бывают активные эквалайзеры каждый из них по-разному окрашивает звук бывает такой ревербератор до бывает секой ревербератор 3 4 окей простой пример делаем песню артисту он ведь я хочу чтобы песня звучала как в 80-х годах и называет но в лучшем случае как это бывает пару референсов там такая группа такая группа что делает человек который не обладает этими знаниями у него начинается паника потому что он реально не понимает что надо делать как добиться для этого артиста того самого звука которого он просит что делает человек который в этой области или которых просто обладает элементарными знаниями о которых мы сегодня говорим он понимает а 80-е годы значит это такие драм-машины были использованы по фирмам и по моделям такие синтезаторы были в моде по фирмам и по моделям такие технологии были использованы пленка или не пленка если там 60-е годы понятно что это только пленка значит нам нужно использовать в каком-то смысле пленку чтобы добиться примерно того самого звучания он начинает исследовать это с нуля это исследовать бессмысленно и невозможно невозможно всю жизнь делать не знаю вот то что делается сейчас современная электронная музыка и при этом сразу с первым артистом который хочет музыку 80-х понять и сделать ему тот самый звук на руле не получится артиста может сказать вот мне нравится эта песня группа ах а вот она там 80-х годах было у этой группы вот она классно звучит и что мы вместе с ним слушаем эту песню а я не знаю какие синтезаторы тогда были использованы как добиться тех самых тембров почему тогда часто использовалась короткая реверберация ну короткие хвосты до реверберационные почему это так работало на каких устройствах это было сделано потому что фирмы выпускают кучу устройств год за годом десятилетия за десятилетием и в этом можно потеряться потому что они действительно звучат по-разному но всегда в каждые там пять лет в музыкальной истории можно найти главный музыкальный тренд главное музыкальное направление и если хотеть можно разобраться как оно было сделано я это привожу как пример того что технику нужно знать если вы хотите заниматься музыкой и аранжировывать треки и быть рекорд продюсером и даже не важно если вы хотите делать свою музыку и самого себя продюсировать в звуке просто для себя вот вам совет разберитесь в том как делается та музыка которая вам нравится и на кого вы хотите быть похожими во всяком случае это интересный опыт это куча историй куча байк и куча полезно проведенных часов информации это огромный кругозор который вы сможете применить всегда если вы будете продолжать заниматься музыкой помимо этого помимо этого конечно продюсер должен быть хорошим инструментоведом потому что это работает так же как техник как микрофон и как все остальное если ты не понимаешь какой тембр может тебе дать это гитара не знаю там какой какой тембр можно получить из гитар фирмы фендер какой тембр можно получить из гитар фирмы гибсон почему фанк музыка семидесятых в основном использовала фендерские гитары и почему это работало так почему такой тембр да если ты не понимаешь почему барабаны с таким диаметром мембран дают такой звук а барабаны там с меньшим или с большим другой если ты не понимаешь опять же в каких стилях музыки и какие барабаны использованы каких фирм каких моделей если у тебя нет все это информации в голове то ты не сможешь даже приблизиться к тому что хочешь и здесь возникает отличный вопрос может быть я не хочу приближаться к тому что я хочу ну к тому что вот артист просит может быть я такой классный экспериментатор который ищет свой путь я новатор в своей области и сейчас я всем покажу как делается звук не работает не работает абсолютно потому что что такое если упростить понятие что такое работа рекорд продюсера от начала записи и до самого конца когда она там не знаю станет мультиплатиновый да это огромная бесконечная цепочка правильно принятых решений очень маленьких решений но очень важных потому что от того как он начал говорить с артистом как они отрепетировали материал каких музыкантов они позвали я имею ввиду сессионных музыкантов если они нужны почему этот барабанщик а не другой дальше на какую на какие микрофон это записано как это усилено в какой студии с какой акустикой это десятки и сотни микро решений только правильная последовательность которых может привести к хорошему результату или отличному или вообще великолепному поэтому от недостатка знаний большинство таких цепочек приводит к неправильным результатам и люди потом расстраиваются и слушают свою музыку которая такая ну да но у него ревер на голосе и у меня ревер на голосе и у обоих длинный да ну и вроде бы но почему то вот у него голос как будто дальше стал а у меня нет да потому что надо знать элементарные вещи по акустике использовать такой параметр как при делай тайм а не просто не понимать что это такое и я не говорю что надо понимать какие то сверх вещи да не нужно лезть формулы не нужно штудировать уж совсем уж учебники ну ну но нельзя все на своем опыте понимать потому что если мы возьмем доктора который все понимает на своем опыте то что получится ничего не получится и если абстрагироваться от меры ответственности и сделать их равными да как жизнь пациента так и хороший трек к примеру то станет совершенно ясно что систематическое образование и систематические знания самого с собой конечно в совокупности с экспериментами и собственным опытом только они позволяют человеку становиться большим профессионалом и опять мы натыкаемся на те самые грабли что в нашей стране к сожалению во первых практически нет мест где учат хоть чему-то связанному со звукозаписью и с продюсированием музыки а там где учат делают это не совсем на мой взгляд правильно или же совсем неправильно я вам скажу честно я выпускник университета кино и телевидения все знают этот университет в питере вам просто интересно аудиовизуальная техника я инженер у меня два высших инженерных образования я инженер аудиовизуальной техники и инженер радиотехники так написано в моих дипломах ничего это не значит кроме того что меня научили систематически пользоваться справочной литературой упорядочивать знания и действия и не превращать любой вид работы в хаос то чем отличаются гуманитарии когда гуманитарный человек на мой взгляд простите я не я не призываю никаким там до терка между гуманитариями и инженерами потому что я себя нормальным инженером не считаю какой инженер ничего не спроектировал но когда инженер решает задачу он сначала думает выстраивает алгоритм действий потом начинает действовать по этим действиям в какой-то момент что-то идет не так он продумывает новую цепочку алгоритм отклоняется он идет по новому алгоритму гуманитарий работает вот так ну серьезно это значит инженерный склад ума такое тоже может быть когда инженерный склад ума обычно людей привлекает инженеры они становятся инженерами простой пример инженер заранее спроектировал в своей голове как будет происходить вопрос процесс записи барабанов у нас будет такой-то барабанщик почему такой потому что он так 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 потому что у него там такие-то качества такая-то установка такая-то студия гуманитарий примерно все то же самое спланировал приходит на студию барабанщик начинает играть звук не тот все начинается паника потому что он начинает сразу искать ответ нелогически он не может проанализировать ну как правило я не говорю что все но большинство как правило не могут проанализировать что возможно проблема лишь в том что барабанщик неудобно сидит посмотреть что он не попадает в ритм по малому барабану там ну я не знаю или не успевает ударить в крэш потому что ему просто неудобно потому что микрофоны стоят так что они вы мешают ему приходится руку поднимать и там бить поверх ну я привожу абстрактный до пример хотя казалось бы это очевидно просто посмотри подумай вот так посиди подумай а в чем причина найди ее инженеру это делать проще это я вам рассказываю из своей практике своего опыта таких ситуаций но случается постоянно они случаются постоянно на всех этапах записи так вот опять же что касается нашего образования это замкнутый круг потому что у нас не учат этим областям потому что нет индустрии и нет индустрии потому что нет специалистов которых бы учили и давали им соответствующие знания почему потому что в америке площадь страны в два раза меньше народу в два раза больше у нас к сожалению нет а люди которые могут себе позволить хоть как-то этому не знаю учиться и выходить на какие-то на какие-то профессиональные уровни в конце концов просто покупать себе минимально необходимую аппаратуру которая для этого нужна они есть но мы все знаем это правда только в питере в москве но еще в паре городов там екатеринбург крупные города но большая часть страны у них нет ни средств не невозможностями ну я не пытаюсь тут какую-то глаголить сакральную истину делать из этого собственное открытие просто констатирую факт потому что от этого грустно потому что я с этим столкнулся когда мы делали саундтрек и работали над фильмом я столкнулся лично я с большой нехваткой специалистов на всех уровнях я не защищаю себя я тоже очень многого не знаю и не понимаю но реально очень много людей которых не хватает и не хватает не хватает по их знаниям которых там отсутствует в каких-то областях и не хватает по их отношению люди не видят перспектив у нас и до конца не понимают зачем они учатся на ту или иную область когда ты был бум экономист или юристе понятно что ты мог найти работу и так далее когда ты работаешь компьютерных технологиях или то что сейчас востребовано приложение тоже понятно когда ты музыкант непонятно что с тобой будет но это правда и мы подходим к очень важному моменту и очень важному качеству рекорд продюсера которая нужно в себе развивать чтобы индустрия зарождалась рекорд продюсер обязательно должен быть менеджером если рекорд продюсер или композитор или просто аранжировщик не менеджер если музыкант не менеджер то никакой индустрии не будет потому что индустрия так или иначе возможно только когда у нее есть экономическая составляющая когда что-то продается и что-то покупается когда что-то оплачивается что угодно труд часы на студии это но это капитализм но тем не менее без этого невозможно если рекорд продюсер если композитор если аранжировщик или артист который всем этим занимается если он не уважает себя и свой труд если он не может и не умеет монетизировать свои знания и жить на то как он их монетизирует заводить семью и содержать ее на свою работу то индустрии не получится почему у нас сейчас во многих отраслях которые не пользуются огромной популярностью такие проблемы медицин есть проблемы есть проблемы в медицине это правда в образовании есть проблемы есть проблемы в образовании большие почему потому что потому что тут нет менеджерской составляющей почему в ряде стран лучше и с медициной с образованием потому что они это коммерциализируют так вот если нет если рекорд продюсер не будет уважать свой труд и не будет его коммерциализировать если артисты которые прибегают к помощи этого рекорд продюсера не будет по не будут понимать что его труд важен то не будет индустрии и тогда мы никогда не разорвем этот замкнутый круг пока люди в нашей стране искренние люди которые тратят на клип скажем 300 400 тысяч рублей за простой клип артисты пока они будут считать что 5000 рублей за мастеринг песни это много ничего хорошего в индустрии не произойдет потому что мастеринг это очень важный процесс я думаю что многие знают что такое мастеринг это очень важный процесс это то что влияет на конечное звучание трека по громкости по амплитудно-частотной характеристики мастеринг инженеры люди которые справляют последние грехи который может исправить если мы будем считать что 5000 это дорого а некоторые считают что и 2000 это дорого поверьте большинство музыкантов абсолютно уверен что 2000 рублей за мастеринг песни это дорого это факт в петербурге и даже в москве казалось бы в городах да что такое 2000 рублей это деньги но это несколько походов макдональдс если ты не считаешь что твоя песня и хороший мастеринг твоей песни важнее чем несколько походов макдональдс тебе нечего делать в индустрии ты просто не понимаешь ее ты к ней не готов это мое личное мнение поэтому все должны получать нормальные и рекорд продюсер и артист и лейбл и концерты которые кстати в нашей стране имеют огромный кпд и позволяют зарабатывать очень большие деньги и есть я специально у нас публичная лекция я не буду называть фамилии но я вам скажу что есть артисты по телевидению очень огромные мы все их знаем все их песни абсолютно которые зарабатывают огромные деньги за корпоративы за музыку но они считают например что 10-15 тысяч за мастеринг это дорого они не понимают этого и они считают что они и есть индустрия я считаю это мое личное мнение что это неправильно что вся цепочка должна быть рабочий и не только работать как дело но и приносить доход потому что иначе не будет никакой мотивации я начал с того что сказал у западных музыкантов они понимают для чего они становятся классными музыкантами для чего их усилия нужны и что они дают у нас к сожалению не понимают этого и даже если понимают то выхлопа 0 к сожалению еще очень важный момент на мой взгляд это профессиональное отношение это важно для меня и я хотел бы чтобы это стало важно для вас расскажу простой пример для тех кто не знает расскажу бегло мне очень сильно повезло в жизни с этим проектом который мы делали недавно майор гром почему потому что это одна из вершин или важных очень этапов в жизни любого композитора мне довелось поработать на эбироуд я думаю все знают это студия эта студия в лондоне большая где записывали где записывались битлз элтон джон и ну величайшие совершенно музыканты 20 века у нас сидели и мою музыку исполняли для фильма музыканты я об этом говорил видеороликах музыканты реально которые записывали звездные войны гарри поттера властелина колец и так далее и представьте себе мое смущение искренне когда я прихожу в эту студию сидят эти люди эта комната они все играют мою музыку мы общаемся в перерыве и они меня спрашивают все ли мне нравится нравится ли мне как звучат та или иная группа музыкантов в оркестре интересуется моим мнением я ими управляю я ими говорю так ребята давайте я этому оркестру говорю давайте сыграем громче там или или как будто они сами не видят в но тогда казалось бы и все это воспринимается абсолютно нормально потому что у них в их понятии индустрии есть один простой момент если этот человек находится в этот момент здесь и он работает с этими людьми значит к нему надо относиться также как они относятся к самим себе не так что ты непонятно кто я тебя не видел в интернете значит вот ну или или где угодно да ты не звезда с мировым именем значит мы тут с халтурим и сами мы знаем что играть это давай русский вася сиди и помалкивай нет это абсолютно не так и они испытывают уважение друг другу к делу которым они занимаются и к людям которым в этом деле который в участвует я это почувствовал это не было напускное уважение которое часто это правда часто часто свойственно британцам с их реальной чопорностью и снобизмом когда вот они делают вид сэр 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 нет это это абсолютно другое это рабочая рабочая ситуация на студии просто сидят музыканты которые умеют играть просто сидят ну там дирижер который умеет дирижировать которые собаку съели на производстве саундтреков к фильмам они приклад прекрасные классические исполнители например при этом они понимают всю специфику они понимают что они должны играть не только когда дирижер размахнет палочкой и дальше будет как-то им показывать ритмическую сетку они понимают что у них в ухе играет клик или играют электрогитары или играют барабаны разные и они понимают они своих инструментов извлекают не просто то как их учили с помощью приемов всех известных до в классической музыке они как-то по-особенному начинают интонировать чтобы это звучало так как это уместно в саундтреке и так далее поэтому знаете как они работают три дубля первый дубль они играют второй дубль ну просто с листа они играют и знакомятся с материалом потому что эти люди материала не слышат до того как они придут студию они вот саундтрек наш и ноты к нему увидели первый раз когда пришли за 10 минут до начала до кнопки запись первый раз они сыграли это звучало похоже очень похоже на музыку но не было классным второй раз было здорово третий раз это идеально это просто готовая запись 90 человек ну там 87 человек почти 90 как один взяли сыграли опустили смычки сидят ждут ни шороха что им скажет дирижер в наушниках которому что-то скажу я ну или или режиссер или кто-то из нас кто был в этот момент это идеальная отработанная схема потому что эти люди я переживал думаю по спа нашей российской практике я думаю 87 человек ну наверняка же кто-то опоздает ну наверняка но она не может быть такого что вы думаете они приходят где-то без пятнадцати без десяти все жуткий голдеж снимают куртки расставляют инструменты начинают продавать их духовики за одну минуту в 10 59 это правда по студийным часам они сидят вот так готовы к первому дублю потому что 30 секунд на обе роут это целый дубль и они знают что такое 30 секунд перерыв все минута в минуту там часы они положили смычки там инструмент свои пошли на перерыв за минуту до конца перерыва они садятся опять готовы работать для них это ежедневный процесс им даже в голову не приходит и здесь нет никакого места идеализации этих людей они не сверх люди они абсолютно они просто профессионал до своего дела о чем я говорю они уважают свое дело они уважают свои инструменты которые отличные инструменты потому что они вкладываются в эти инструменты если мы соберем сборный оркестр в петербурге или где угодно потрясающих музыкантов если мы с ними все от репетируем большинство из них все равно будут плохие инструменты потому что у русских музыкантов нет денег на хороший инструмент из хорошего дерева сделаны хорошими мастерами и это в этом нет ничего политического ничего мы лучше они хуже это просто это просто реальность у нас нет индустрии нет заработка от твоего дела музыкального нету инструментов что такое когда 87 инструментов или 60 из них плохого качества как ты на них не играй они все равно будут звучать не так ярко не так их деки не будут так вибрировать не будет тех гармоник и результирующим будет не та запись когда мы ехали туда совершенно не стоял вопрос вот в россии мы запишем ерунду а там мы запишем классно поэтому все надо делать на западе первое ради чего мы ехали я пользуюсь сейчас моментом и то что камера снимает эта запись может быть увидит гораздо больше людей хочу объяснить всем товарищем троллям которые очень много писали под майором гром и так далее вот что в россии музыку не записать у нас что музыкантов нет да конечно есть но когда ты едешь например в студию эбби роуд ты едешь не только за музыкантами ты едешь за тем самым залом вот эта коробка этот самый зал который вот так вот акустически обработан который записан в десятках если не в сотнях фильмов и альбомов музыкантов он звучит определенным акустическим образом только он может так звучать даже если его попытаться полностью воссоздать и перестроить новый зал так звучать не будет это как зал и театров как зал и ну и за опер каждый из них имеет свой характер нам было важно чтобы звук музыки в фильме был таким же как в куче фильмов западных на которые мы ориентировались и как и как бы мы хотели конечно можно было поехать в берлин потрясающий зал но он имеет другой характер можно было записать у нас в каком-то из залов там в мариинке например вот ну к примеру но это был бы другой характер и слушатель который привык к звуку этого оркестра не ощутил бы то акустику этот характер далее конечно музыканты к музыкантам хорошее оборудование у нас в россии ни в одной студии нет микрофонов таких как то которые есть в этой студии и они все в отличном техническом качестве микрофоны выпущены черт знает когда очень много десятков лет назад мы использовали там другие микрофоны потому что вы понимаете что большой состав это много микрофонов до который подзвучивает группы много микрофонов зала это консоль неф-рс есть несколько консолей серии там вот vr и rs в россии но того чтобы это все было в одной студии нет мы немножко отвлеклись я об этом еще поговорю вернусь к этому итак последнее качество которое я хотел бы выделить как важнейшая для продюсера продюсер должен быть психологом причем довольно тонким если продюсер не психолог то скорее всего запись не пойдет не получится ничего хорошего не будет потому что процесс записи я даже не говорю группа группа это вообще это по моему высшее мастерство работа с музыкальным коллективом настолько высшее что я например даже понял что мне это не очень комфортно потому что спорить с пятью людьми русскими мужчинами это тяжело реально вот сколько ты опыта не имей сколько ты знаний не имей сколько ты не имея работ за плечами когда пять парней абсолютно делают первую запись и они абсолютно уверены что они лучше тебя знают что они делают это невозможно но если рассмотр рассматривать более простую ситуацию когда ты работаешь с исполнителем с одним человеком с мужчиной или женщиной один на один если у вас нет личного контакта если вы энергетически не смогли настроиться друг на друга то ничего не получится потому что реально процесс записи это очень интимный процесс ты должен полностью как аранжировщик как продюсер не только делать современный и важный продукт ты должен по-человечески понять внутренний мир исполнителя почему ему нравится такая музыка почему у него сегодня такое настроение почему он сегодня хуже поет ни для кого не секрет что голос во многом зависит от настроения если ты не психолог и не установить контакт с артистом то не не случится этой магии артист не сможет раскрыться чувствовать себя спокойно и свободно потому что поверьте для даже для опытных артистов и западных опытных артистов которые ну там постоянно ездят в туры да у них отработанный материал у них голосовой аппарат работает как часы в целом каждая новая запись это все равно новый вызов тебе все равно нужно настроиться на песню я не говорю каких-то высокопарных вещей типа прожить песню вот те строчки которые заложены все это чушь конечно достаточно общего впечатления и понимания о чем эта песня и тем более если ты автор ты закладываешь в нее эмоции которые закладываешь это как знаете в театре если вы переигрывать вы переигрываете если каждую эмоцию утрировать то это просто будет шапито это не это ну это не актерское мастерство актерское мастерство это когда ты выстроил всю роль на весь сюжет и какими-то тонкими или более более широкими мазками ты ее корректируешь во время игры так и тут исполнитель не должен каждую строчку переживать отдельно он должен создать у слушателя впечатление что песня целостная или что альбом целостный и вот чтобы он это впечатление мог создать ему должно быть комфортно комфортно находиться в этой студии комфортно находиться с этими людьми поэтому многие люди работают только только наедине с инженером или с продюсером но все уходят но представьте себе пятеро друзей группа у них вокалист они сидят на студии он при них пишет вокал они привыкли еще потешаться друг над другом но они начнут его троллить это неизбежно никакого настроения скорее всего не случится да если это blink 182 конечно там это только в плюс это зависит от стилистики музыки но если это я не знаю какая-нибудь 18-летняя девушка которая у которой только пошла в гору карьера да она всего сама еще волнуется ничего хорошего из этого не выйдет поэтому конечно продюсер должен быть психологом и так еще раз чтобы закрепить продюсер должен иметь широкий кругозор и слушать огромное количество музыки продюсер должен разбираться в в современных технологиях звукозаписи да и конечно же в тех которые были для не до в прошлое десятилетия чтобы принимать правильные решения по стилизации или использованию этих технологий для своих экспериментов он должен говорить на одном языке с классическим музыкантами срок музыкантами и так далее потому что поверьте лексик он разный он должен быть менеджером чтобы его труд уважали и он уважал труд других людей мог двигаться дальше и развиваться и он должен быть психологом разумеется чтобы выстраивать взаимоотношения с артистом и чтобы продукт получался классно вот что такое собирательный образ рекорд продюсера я не говорю что бывает когда у человека или ну продюсера все это в балансе всегда какие-то вещи он имеет лучше какие-то хуже но стремиться к этому нужно далее что еще важно я думаю важно для вас потому что когда-то это было важно для меня что самое интересное это важно для меня сейчас для всех своих коллег и будет важно всегда это студия и место где происходят работы где вы работаете студии конечно бывают разные большие там с агро с огромным залом как и бюро вот и так далее но если вы продюсер и аранжировщик как правило вам большая студия не нужно вам нужна небольшая укомплектованная студия где вам удобно комфортно делать аранжировку какой-то production записывать какие-то инструменты как правило такие студии называются project студиями что важно для project студия прошу вас обратить внимание на это по опыту но первое это разумеется местоположение и акустика студии потому что от того кто ваши соседи где находится ваша студия зависит как вы сможете там долго работать задержаться и так далее стандартное предупреждение мое которое говорю всем когда мне спрашивают и не спрашивают не стоит если нет возможности там в своей недвижимости сделать не стоит бороться за покупку студии потому что недвижимость стоит дорого студии в стране денег не приносят и любая студия которую попробуете купить ну скорее всего это странная инвестиция казалось бы еще более странно и арендовать все там делать и потом съезжать но российская действительность а мы живем в ней показывает что так реально проще потому что на самом деле если грамотно сделать project studio то очень многое можно систематизировать и забрать не во время вынужденного переезда это правда самое смешное что можно даже забрать акустику и и с собой просто если делать стены не не как и сделал я когда все стены зашиты и там внутри ловушки и все сделано сложно а когда ты вешаешь мембранные ловушки рассчитаны для этой комнаты на стены потом их просто собираешь едешь в другую комнату вешаешь их корректируешь и работаешь я не говорю что результат будет классным от такой студии такой акустики в плане акустического оформления но он будет рабочий и он будет понятный и вы сможете работать и делать треки что еще важно это конечно же электропитание электропитания студии поверьте сколько проблем было у меня с я думаю всех с потерянным материалом с погоревшими дисками и с прочим 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 это это прям беда помимо того что вся техника выходит из строя конечно часто и выводит наши сети электропитания это смешно один из моих лучших друзей живет на вот буквально на соседней улице у него электричество в квартире вот просто если подключить пляшет от 190 до 270 вольт это абсурд нельзя так работать нужен источник бесперебойного питания почему акцентирую внимание если вы хотите реально обезопаситься многие многих этот вопрос волнует я это просто знаю по бесконечным вопросам поверьте все что чтобы понимали все что я вам сейчас рассказываю это не столько просто мысли из ниоткуда столько столько либо мой опыт либо то что постоянно спрашивают в контакте в соцсетях в письмах и так далее один из топовых вопросов что делать с электросетью какой источник бесперебойного питания купить отвечаю только супер дорогущий онлайновый источник бесперебойного питания что такое онлайновый это значит что у него двойное преобразование это значит что он переменный ток преобразует в постоянный питает батареи и из постоянно преобразует в переменной двойное преобразование таким образом что бы у вас не произошло на входе системы у вас будет всегда синусоида чистая 220 без всяких проблем Эти устройства стоят обычно в 2-3 раза дороже, чем всем нам привычные. Ну, а бывает и во много раз дороже. Но поверьте, потратиться на них гораздо лучше, чем потом объяснять исполнителю, где его материал. Это правда. И есть вещи, на которые тратиться нужно. По опыту, и чтобы сразу снять, может быть, множество вопросов, лично я работаю на технике Apple. Мы все здесь, в ресторе, и это выбор сердца. Расскажу, почему. В какой-то момент я работал на винде всю жизнь, на PC и на винде. Жил в Москве. В какой-то момент я понял, что компьютера не хватает, решил обновиться. Поехал, накупил всего-всего, материнку, процессор и так далее. Собрал мощный комп. Включаю, он не работает. У меня друг, компьютерщик, поскольку я в этом не очень шарю, в Москве был. Он начал разбираться. Разобрались. Оказалось, что погнуты ножки под процессором на материнской плате. То ли заводской брак, то ли что. Поскольку высокосложная техника, у меня ее никто обратно не принял. И мне пришлось все это... А там была какая-то еще ситуация. То ли не было новой материнки такой же, ее надо было ждать пару месяцев. То есть, короче, мне пришлось всю эту систему продавать по частям. Это был полный бред. Я потратил кучу денег, половину из них не вернул, потому что пришлось через Авито все продавать. Я подумал, наверное, это знак. Можно попробовать технику Apple, адептом которой я никогда не был. Надо было, конечно, пойти куда-нибудь типа Рестора и купить технику Apple. Но я решил, что она недостаточно мощная по своим PC-шным представлениям. И собрал Hackintosh. Hackintosh, ну, это чипованное железо PC-шное, которое позволяет ставить... Ну, на тот момент позволял. Ну, Bizon. Все знают Bizon Computers. Намучился вдоволь, реально. При том, что не было никаких симптомов и все должно было работать. Ну, вот прям все. И специалисты Bizon говорили, что все работает здорово. И оно действительно при них работало. У части моих друзей стоят Bizon и работают до сих пор. Мне, видимо, не повезло. Я понял, что это какой-то второй знак судьбы. Избавился от этого Bizon, слив его другу, у которого он почему-то работает до сих пор. Подумал, что причина в моих кривых руках, хотя я только его включал и выключал, больше ничего не делал. Но, тем не менее, я купил iMac. iMac, который у меня работает до сих пор. С 2012 года, уже 5 лет. С ним была одна проблема. У него накрылся жесткий диск. Эту проблему мы решили. Один из людей помог мне ее решить, который здесь сейчас сидит. Когда мне меняли жесткий диск, это был не ты, плохие специалисты сломали мне матрицу на iMac. То есть там появилась вот такая полоса. И пришлось менять матрицу. Это была длиннющая история, но даже со сломанной матрицей Mac все равно работал. И я понял, что это тоже знак. И, ну серьезно, для меня просто очень важно в устройствах Apple не только то, что они технически позволяют работать достаточно безотказно. Но, правда, все, у кого есть Mac, наверняка замечали, что они работают гораздо более безотказно, чем хорошо отстроенный PC. Если мы не берем какие-то уж совсем важные серверные версии, которые собираются и обслуживаются специалистами. Да, многие говорят, что iOS система для дебилов. В ней все решено за пользователя. Так проблема в том, что я и есть пользователь. Мне нужно музыкой заниматься, а не подключать интернет, нажимая на кучу вкладок. Я уже плохо помню, как это, наверное, в новых системах, типа десятки Windows, это лучше. Но я помню, вот через пуск, через системные настройки или подключения, да, там, и начинаешь вот это настраивать. Здесь нажал, сеть выбрал, подключил. Мне провели на студию оптоволоконный кабель. Я ничего в этом не понимаю. В какой-то момент начались перебои с роутером. Я подумал, воткну кабель, потом думаю, ну, наверное, же надо будет что-то настраивать, там, ну, как, не знаю, простите за незнание, IP-адрес, что угодно, что-то, к чему привыкнули. Нет, я просто втыкаю провод, и у меня интернет в Mac. Ничего, он все само. И это удобно. Помимо этого, самое, наверное, важное, точнее, второе по важности, устройство Apple, это для меня, я думаю, по мнению многих, это отличный дизайн, бесспорно. И этот дизайн наталкивает лично меня на креатив. В данный момент у меня iMac, у которого 32 гига оперативки, i7 процессор, ну, не супермощная машина, но тем не менее мощная. Я хочу проху, возможно, проапгрейдчусь. И MacBook, который я беру всегда с собой, выручал не раз. Сейчас многие записи, которые мы делали там, я на нем отслушивал, что-то менял, что-то делал. А знаете почему? Потому что есть очень важная вещь, в нем есть Thunderbolt. Для меня это очень важно. Объясню, почему в применении к студии. Думаю, что все знают, кто не знает, это интерфейс, да, передача данных очень быстрый. И как показала моя личная практика, практически не глючащий. За все время моего пользования им глюк был всего лишь один раз. И то, я грешу на другое устройство, которое могло внести. Что я делаю с Thunderbolt и как он помогает в работе? Во-первых, жесткие диски переносные, на которых переносится вся информация, все только с Thunderbolt. Это быстро, это просто, это быстрее, чем USB 3.0. Ну, стоит один раз раскошелиться на этот жесткий диск, и вы всегда очень оперативно перекидываете материал. Когда это важно? Простой пример. На Abbey Road куча, куча материала гигабайт. В студийное время стоит очень дорого. Поэтому нужен самый быстрый интерфейс, чтобы быстренько перекинуть данные и уйти. И это реально, ну, это влияет на бюджет. Поверьте, лишний час, там или два сидеть с USB 2.0. Помимо этого, его можно подключать, этот разъем позволяет подключать приборы в Daisy Chain. То есть, один прибор подключается ко второму, второй, и образуется цепочка. Это очень удобно, потому что у меня на студии гигантский Daisy Chain. Я могу вам сказать, что в один порт Thunderbolt подключен, по Thunderbolt, монитор 30-дюймовый 2005 года, маковский. Подключены два интерфейса Universal Audio, Apollo, конвертер. И к нему сателлит, который с UAD-плагинами работает. К нему подключен интерфейс Apogee. Все в одну цепочку. И к нему подключена док-станция, в которой два жестких диска, с которых мы работаем с проектами. И это все в одну цепочку на Thunderbolt. И за все это время, а, ну еще к интерфейсу, к одному, еще бридж, коробочка, которая позволяет там перекоммутировать его. Это все к одному порту. И все работает безотказно. Один раз был глюк, перезапустил компьютер, там все прошло. Вот что такое Thunderbolt. С USB 3.0 это невозможно технически. Такое было возможно с FireWire, но кто пользовался, тот знает, сколько проблем это было. Они постоянно отваливались, горели порты и так далее. Поэтому для меня Thunderbolt это очень важный разъем, который позволяет много всего сделать. Пару слов хочу вам наконец-то сказать и показать пару картинок. Вот основной интерфейс, которым мы пользуемся, которым я пользовался на студии, который использовался для работы над проектом. Это интерфейс Apogee, Symfony, I.O. с кучей входов и выходов. Кстати, Apogee, видимо, по праву партнеры в каком-то смысле Apple, потому что они строят вместе свои бренды, и Apogee продается вместе с Apple. У нее физические входа, да? Да, у нее физические входы. Это очень классный интерфейс, который также практически не вызывает никаких нареканий. Была пару проблем с его программным обеспечением, но тем не менее. Почему я о нем говорю? Потому что помимо вот такого двухрекового интерфейса, фирма Apogee выпускает более простые двухканальные интерфейсы, одноканальные интерфейсы, которые очень хорошо звучат и которые я могу порекомендовать. И тут мы подходим к важному вопросу о том, что когда мы наладили свою студию акустически, по электропитанию, организовали компьютер и подключили все нужные устройства, встает вопрос, что же самое главное на студии, с чем можно работать? На что нужно тратить все свои силы, средства и внимания? Есть четыре звена, на мой взгляд. Я это говорил уже много лет, и всегда для меня это важно, и оказывается, что это важно для всех. Четыре звена. Первое. Это микрофон. Это одна из четырех вещей, на которые нужно обратить внимание прежде всего. Все очень просто. Дорогие микрофоны, как правило, хорошие микрофоны. И наоборот. Хорошие микрофоны, как правило, дорогие. Потому что, ну, так сложилось, мы не лезем в рыночные цены, но большинство микрофонов хороших дорогие. И если вы хотите, чтобы голос или инструмент, или то, что вы записываете и продюсируете в аранжировке звучало хорошо, вам нужен хороший микрофон. Винтажный, новый, это совершенно не важно. Есть конкретные модели. Второе. Это прям, да. А со Slate VMS, давайте поработать. Да. Могу выразить в процентах. Тут вопрос, кто не знает. Slate VMS, да, называется? Да, Slate VMS, фирма Slate выпустила микрофон, физический микрофон с мембраной, все как полагается, который работает в совокупности с их же программным обеспечением. И это программное обеспечение заставляет этот микрофон звучать, как куча разных микрофонов, старых, винтажных и более современных, придает ему те же самые характеристики. И создается впечатление, что звук записывался там, ну, на винтажный микрофон такой, переключил в программе на такой, хотя принимает физически одно устройство. Могу сказать, что, по моему личному мнению, эта система соответствует реально поставленным задачам, ну, процентов на 70, в лучшем случае. То есть, все равно она не звучит, как те... Это эмуляция. Да, это эмуляция, совершенно верно. Она не звучит, как те микрофоны, которые призваны эмулировать, но очень похожа. И тут вопрос того, чего ты хочешь. Объясню, почему. Сколько стоит Slate VMS? Три с половиной где-то тысячи долларов. Да, там две. В районе... Что? Меньше? Ну, три... Хорошо, три. Три тысячи долларов. Окей. Три тысячи долларов – это цена, примерно, цена Neumann 87AE. Neumann 87AE – это физический микрофон, проверенный годами, выдающий определенную совершенно характеристику звучания. Хороший Neumann с преампом, даже один, менее универсальный, на мой вкус, будет звучать лучше, чем куча эмулированных микрофонов с помощью Slate. Если у тебя есть куча классных микрофонов и есть свободные деньги, можно купить Slate и попробовать. Это то же самое, что Kemper – гитарный девайс, многие, наверное, знают, эмулирующий. Что такое Kemper? Kemper – это, на самом деле, то же самое Amplitube, но не то же самое, потому что центральный процессор компьютера не может посчитать динамическую свертку, а процессор в Kemper может сделать эти математические расчеты, поэтому звук в Kemper лучше, если говорить простым языком. Но он все равно не звучит так, как все те гитарные кабинеты, которые он призван эмулировать. Поэтому тут вопрос каждый выбирает сам. Мне важно, чтобы вы сконцентрировались на том, что микрофон важен как первое звено. Второе звено – это преамп, это предусилитель, который усиливает сигнал, который мы сняли микрофоном. Мы еще абсолютно в электрической части, мы не в цифре еще. Преампы бывают разными, дешевые и дорогие, как правило, те, что лучше стоят дорого. Которые винтажные преампы, старые, они стоят ужасно дорого, на мой взгляд, потому что 15-20 тысяч долларов за один юнит – это очень много. На самом деле, для любой страны, не только для России, для чего угодно. И вот когда звук выходит из преампа, он в микрофоне окрасился, он в преампе окрасился за счет схемотехнических решений, он приходит в АЦП ЦАП. Аналогоцифровой, цифроаналоговый конвертер. Это, по-простому говоря, звуковая карта, звуковой интерфейс. Что он делает? Он электрический сигнал преобразует в последовательность нулей и единиц. И обратно, когда мы слушаем на мониторах. Поэтому четвертое звено – это мониторы, контроль, колонки, на которых мы слышим результат. Если у вас нет одного из этих звеньев, вся цепочка сразу резко ухудшается и теряет смысл, как в любой цепи, определяющейся, крепость которой определяется самым слабым звеном. Плохой микрофон, неважно, как покрасить преамп, неважно, что оцифруется, чем мы услышим. Мы услышим плохое. Плохой преамп, он не раскроет полностью звук, который я снял микрофон, неважно, как оцифруется, и далее. Плохой АЦП ЦАП конвертер – вот это все потеряется. Здесь все услышим плохо. Ну и мониторы. Если у нас все классно, но мы не слышим то, что мы сделали, какой смысл? Поэтому к этим звеньям можно дорисовать что угодно. И в студийном оборудовании можно встречать что угодно. Гитарное оборудование, ревербераторы железные, плагины всякие, что угодно. Контроллеры, наконец. Люди тратят на это деньги. Но реально для работы ничего важнее вот этих четырех вещей нет. Это мое личное убеждение, убеждение многих моих коллег. Поэтому, если вы делаете свою студию, если вы обустраиваете свой процесс работы, ищете свой звук, сконцентрируйтесь, пожалуйста, на этих четырех вещах. Это мой совет и моя рекомендация. Потому что именно от них в итоге будет зависеть, что вы слышите, и что вы пишете, и как звучит ваш продукт. Далее. Далее. Когда мы говорим о кинозвуке. Мониторов там уже не два, как в обычной студийной записи. Их там пять, а точнее шесть. Пять-один. Для тех, кто не знает, что такое пять-один, скажу по-простому. Это три фронтальных источника, лево-право-центр. Это два задних источника сигнала. И это сабвуфер, шестой источник, который генерирует низкие частоты. И это сразу резко усложняет и удорожает студию. Поэтому тем продюсерам и композиторам, и людям, кто хочет работать в этом, рекомендую сразу запастись терпением. Потому что здесь уже не будет работать одноканальный, двухканальный ЦАП. Он должен быть многоканальным. А это, соответственно, практически линейное удорожание, если не по прогрессирующей шкале. Это сразу много мониторов. И это, конечно, траты. И все это, о чем я говорю, траты на оборудование, это еще одна из причин, почему мы должны стараться уважать себя и свою работу. Если исполнитель не будет платить деньги, если кинобизнес не будет платить деньги, нам не на что будет это купить. Это очевидно? Да? Согласны со мной? Невозможно. Технически возможно, но невозможно работать, собрав микрофон, там, я не знаю, за 3000 рублей на USB, преамп за 10, АЦП за 10 и мониторы за 15. И все это поместив, грубо говоря, в 80 тысяч рублей. Но невозможно делать качественную музыку. Сочинять качественную музыку возможно, но делать ее как продукт нет, потому что у вас нет инструментов. У вас нет инструментов, которыми вы можете пользоваться. И это очень важно. Еще раз, это очень важно. Я работаю исключительно в Cubase, как в среде для создания музыки. Причин несколько. Во-первых, я начал в нем работать лет 15 назад. Это первая причина. И тогда выбор, знаете, был не очень большой. Тогда был Кейклок. Да? Кейклок. Не помнишь, да, такую софтину? Была такая программа, да. Тогда только появился Fruity Loops. Версия 0.75. Была такая версия. Ох, это было классно. Потом появилось 1.75, по-моему, сразу. И это прям был фурор уже. Все, на рынке. Cubase, я еще помню, когда он назывался Cubases. Это было давно, и они успели уже это название вернуть, по-моему, как название для Cubase под iPad. Даже так. Хотя это раньше была абсолютно, ну, рабочая среда. Так вот, я работаю давно на этой софтине. Она меня полностью устраивает. Музыка пишется там, сводится в Pro Tools. Помимо этого, я имею небольшие навыки работы в лоджике. То есть я могу там что-то сделать, написать музыку, как-то сделать небольшой перемикс. И небольшой, совсем небольшой навык работы в самплитюде. Почему Cubase и Pro Tools? Дело в том, что ответ элементарный. Не все секвенсоры по своей математике написаны одинаково. И самая главная и большая проблема — это математическая часть и алгоритмы суммирования дорожек в стереофайл. Ну, или в 5.1 файл, неважно, какой вы выводите. То есть вы сделали аранжировку, написали музыку, сделали аранжировку. Выводите все это, делаете экспорт в стереофайл. И вот математика, те алгоритмы, по которым происходит суммирование, они разные. И разные в лучшую и в худшую сторону. Что касается еще одной вещи, которая мне кажется важной, это Native Instruments и Sempler Contact. Многие сравнивают с Sempler, простите, я не помню название, которое идет с лоджиком. EX, наверное, да, 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 да. На мой взгляд, это примерно одно и то же. Но функционал контакта для меня важнее. Я могу сказать, что огромное удовольствие от работы получаешь, имея набор библиотек под контактом, которые постоянно под рукой, легко грузятся, понятный интерфейс, который обновляется и так далее. Мне кажется, за этим будущее. Но не надо забывать, что Contact работает на внутренней частоте 44100. И любой сэмпл любой библиотеки он конвертирует дважды. Поэтому, грубо говоря, по-простому, если вы возьмете аудиофайлы нот фортепиано, которые идут в папке для библиотеки контактовской рояля, и из них составите свою партию, она будет невооруженным ухом звучать более конкретно и заметно лучше, чем то, если вы на MIDI сыграете в ВКонтакте и сделаете рендеринг этой дорожки. Потому что, конечно, при двойном пересчете появляются артефакты. Как оно пересчитывается? Вы, например, знаете, что главная софтина, как ни странно, которой пользуется во всем мире и которая делает пересчет частоты дискретизации одной в другую лучше всего, это адобовский аудишн. Это главная софтина, одна из главных софтин, мастеринг инженеров в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, где угодно. Это одна из главных софтин вообще везде. Как только пересчет из частоты дискретизации в другую частоту, используется аудишн. Потому что он единственный сейчас софт доступный, который делает через оверсэмплинг. То есть он берет 44100, разгоняет до МГц, находит там наименьшее общее кратное и даунсэмплит до нужной частоты 48, там 96. Потому что удвоить частоту дискретизации, да, из 44 сделать 88, это просто математически. А вот из 44 сделать 48 или из 44 96 или обратно, это гораздо сложнее. Когда вы частоту поднимаете вверх, добавляются просто лишние отчеты, ну, в пустые места. А вот когда нужно там из 96 килогерц превратить этот сигнал в 48 килогерц, алгоритм программы должен сам понять, какие отчеты лишние, какие нужно выкинуть. И какая полезная информация из вашего сигнала потеряется. Это очень важный вопрос. И аудишн делает это лучше всех. Ну, и давайте я расскажу вам пару слов о том, что такое вообще, как было написано в названии лекции, что такое композитор в современном кино. Композитор в современном кино – это тот же самый рекорд-продюсер. Абсолютно. Только еще и сочиняющий. Не просто все это знающий, продюсирующий артиста, а еще и сочиняющий. Потому что в современном кино, ну, вы все ходите в кино, да, я и говорю сейчас прежде всего не про российское кино, а про западное. Его много, его больше. И, как всегда, оно там задает тренды не только по визуальной, но и по звуковой части. И у всех на слуху имена композиторов зарубежных типа Ганса Симмера, типа Гарри Грексона Уильямса, я не знаю, Майкла Джакина и так далее. Они все очень классные музыканты, композиторы, артисты, да, то есть они пишут классную музыку. Ганс Симмер вообще стал такой притчей в языцах, потому что он одновременно в себе сочетает очень много качеств. И его очень удачно приводить в пример. Половина его узнаваемости, мне кажется, только потому, что он, ну, понятно, что он революционер. Он переосмыслил музыку в кино, как она может звучать, как она… он внес в это синтезаторы, он внес это в это новые технологии, потому что, ну, многие могут сказать, при чем здесь синтезаторы, был Ван Джелис. Окей, Ван Джелис или Ван Гелис — это совсем другое, это только синтезаторы по сути своей. И это очень странные мелодии. Что такое Ганс Симмер? Это мейнстрим. Это классные, яркие, узнаваемые мелодии к месту, к ситуации, но при этом там куча возможностей и куча решений, о которых ты даже не задумывался, технических решений, музыкальных решений. Как он это делал и как он внедрял в это синтезаторы новые инструменты. И главное, что он… ну, он концептуалист. Кто смотрел всяческие видеоролики про него, сейчас вышел очень классный его семинар, он объясняет о том, что он сначала не пишет музыку к фильму, а он сначала пытается понять концепт музыки. К примеру, он рассказывал очень здорово, как у Шерлока Холмса была написана музыка. Ну, многие знают эту историю. Он начал думать о том… Вот Шерлок Холмс, да? Можно насытить его классической музыкой, которую Шерлок Холмс и Конан Дойл играл, там, и так далее, на скрипке. Но он начал думать по-другому. Он представил себе, и он это сам рассказывал, чем была Великобритания того времени. Это быстро разрастающиеся колонии, захватывающие новые части мира и знакомящиеся с новой культурой. А значит, это проникновение новых культурных традиций в английскую действительность. И поэтому он понял, что на уровне концепта, до того, как начал писать музыку к фильму, что было бы классно насытить это новыми инструментами, новыми решениями и очень многими элементами цыганской музыки, румынской музыки. Иммигранты из этих стран в то время как раз очень сильно распространены были в Англии. Ну, просто такое было время, чтобы было много цыган в Англии, как раз во времена Шерлока Холмса. Что он сделал? Он сказал об этом режиссеру. Они полетели, и сколько там он говорил, месяц или с чем-то, они искали в деревнях, по-моему, в Словении, цыганские таборы, искали там музыкантов, отмечали этот классный кларнетист, этот классный скрипач. Потом он их всех собрал в студии в Берлине. И какие-то свои наработки им показал, и они это сыграли. И очень многое музыка из Шерлока Холмса. То есть, понимаете, это концепт. Это не просто я сел, увидел сцену в фильме и написал музыку. Это целый концепт вселенной этого фильма. И именно этот подход, который он начал внедрять и внедрять до сих пор, во многом делает его особенным. Так вот, это все было совершенно невозможно, если бы товарищ Зиммер не был инструментоведом. Если бы он не понимал, какую роль там несут себе синтезаторы. Он не знал о культурных возможностях и музыкальной культуре разных стран. Это было просто невозможно. Поэтому кто он? Он композитор и рекорд-продюсер. Разумеется совершенно, что он может не знать каких-то тонкостей, но он всегда понимает, какой звук дает гитара Fender. Он всегда понимает, какой звук дает тот или иной барабан. Он постоянно совершенствует эти знания. И в нашей действительности все совершенствуют эти знания. Потому что невозможно, с чего я начал на General Media писать музыку для сериалов по НТВ. Ничего не имею против НТВ, но они это заказывают и это делается. Какой концептуализм? Никакого. Какое творчество? Никакого. Грустная история, грустный аккорд. Просто. Обычно узкий аккорд. Без обращений, без дополнительных инструментов, без какой-либо поддержки. Просто какой-нибудь... Когда мы делали этот фильм, очень важным было для меня и очень редким, что режиссер Вова Беседин и генеральный продюсер и создатель всей этой вселенной комиксов Баббл Артем Габрилианов это люди, и подчеркиваю, это огромная редкость, чтобы режиссер и продюсер любили и уважали музыку. Это люди, которые могут слушать не только, они слушают там западную или какую-то русскую мейнстрим музыку, а которые ставят саундтреки к фильмам, когда едут в машине, и они слушают, и они кайфуют, они понимают, как это работает. И мы с ними были абсолютно на волне. Мало того, что мы дружим как люди, поэтому был коннект. Но когда я им говорил, ребята, вот так, так и так, так, они еще и предлагали какие-то идеи. Мы с Вовой два месяца на студии сидели, вот прям вот сидели день за днем. И это не рабочий день, 8 часов. Мы встречались там часов в 11, в 10 утра и сидели там до часа ночи, до двух. И так каждый день, практически без выходных, 2-3 выходных дня было. Мы брали каждую сцену, и одним из концептов было написать не музыку а-ля ситуационную, как вот, как в сериалах по НТВ. Не просто, чтобы сцена работала, а чтобы каждая мелодия после просмотра фильмов оставалась в голове, чтобы ты мог что-то напеть. Чтобы это был, как-то товарищ Корнелюк, Игорь, любопытный пример, но все же, он сказал, что, ну, он использовал формулировку и назвал, что во многих сериалах используются ляпсусы на синтезаторах. Вот реально, во многих сериалах звучат ляпсусы на синтезаторах. Бум-бум-бум. Ну, мы этого не хотели, мы хотели, чтобы человек мог напеть мелодию. Вы выходите из американского фильма хорошего, ну, мейнстримового кино, да, не арт-хаус, ничего. Вы почти всегда можете напеть мелодию. Вы слушаете старые, музыку из старых французских фильмов. Владимир Косма, великий композитор. Фильм «Игрушка», я не знаю, фильмы с Пьером Ришаром. Любую мелодию можно напеть, первый раз ее прослушав. И нам хотелось в этом смысле хоть как-то соответствовать, мне хотелось соответствовать, режиссеру хотелось. Но вот какая была проблема, когда ты пишешь для одной сцены какой-то минутный или полутораминутный кусок. Эта яркая мелодия, которая проходит, она очень трудно клеится с другой сценой, которая идет тут же. И поэтому приходилось делать кучу версий для каждой сцены, потому что ты написал, все классно. У меня очень много версий, наверное, десятки версий для разных сцен этого фильма лежат в черновиках. Все послушали, сидим, нет. А вот эта сцена теперь перестала работать. Или смотрится более ярко там, или более тускло. Начинаешь перелопачивать эту. Две их связал, третья отвалилась. Это бесконечные были качели. И вы задумайтесь, выработка в двухчасовом американском фильме оригинальная музыка составляет где-то, ну, 70 минут, 80. У нас 25 минут фильма, 24 минуты музыки практически. Там были две вставки из песен, Фэтбой Слима и группы Хэви. Но все остальное это музыка. И очень классно работать с людьми, которые уважают музыку и понимают ее значение. Которые помогают тебе, режиссер помогает тебе как композитору. Не только ты как композитор помогаешь кино, но и он тебе помогает. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. И это одна из причин, почему им не надо было объяснять, зачем нужно Эбби Роуд. Почему нам нужно записать это там, а не на Мосфильме. Почему микрофоны на Мосфильме не те, и они так не работают. Им не нужно было это объяснять, они это слышали. Достаточно было поставить несколько русских саундтреков и понять, что да, точно, точно, мы хотим что-то лучше. У нас появилась такая возможность, и мы это сделали. Технически это разбивается на несколько простых этапов. Ты смотришь фильм, ты понимаешь, что там показано, и ты начинаешь поиск похожих решений. Ты смотришь американские фильмы, ну, выборочно, разумеется, частями. Ты смотришь русские фильмы, ты смотришь какие-то фильмы, чтобы новыми идеями подпитаться, европейские. И у тебя начинает складываться какое-то впечатление о том, какая музыка может здесь быть. Ты понимаешь, начинаешь думать и понимаешь, какие должны быть инструменты, оркестр, не оркестр. Почему вот кто смотрел фильм, кто слушал эту музыку, концептом нашего решения было, что у нас есть главный герой, этот самый майор Гром, и он классный чувак. Да, он может с ноги выбить дверь, он может дать в рожу преступнику, он как собака, он никогда не остановится, пока преступник не будет пойман в хорошем смысле. И, ну, он не берет взяток, но при этом он не ходит в форме, он не самый аккуратный чувак, он ходит, не знаю, там, в кожаной куртке, он может шаверму съесть. То есть этот человек рок-н-ролл, рок-н-ролл в хорошем смысле, но при этом нам хотелось масштаба, поэтому мы решили соединить саундтрековое звучание большого симфонического оркестра, который дает вот эту вот мощь, да, около голливудскую, с песнями, с барабанами, с живыми, с живыми перегруженными гитарами, которые дают рок-н-ролл. Поэтому главная песня Грома, когда он дерется, и которая используется в титрах, это рок-телега, в конце которой есть и хор, и симфонический оркестр, и все это работает вместе. Это был концепт, но к этому концепту мы долго шли, то есть определиться-то мы с ним определились, но как это заставить работать, долго шли. И вот были демо-версии. После того, как демки утверждены, и вся музыка утверждена режиссером, идет, идет, приходит время заняться продакшеном. Ищется студия, музыканты, соло-музыканты, оркестр подбирается, производится запись, всего, чего нужно. Чего мы только не записали, я могу сказать, чего не вошло в фильм инструменты соло, и разная перкурсия, и барабаны, которые в итоге мы отказались. Даже записали духовую секцию, брас-секцию из 14 человек, которая тоже не вошла в итоге в песни. Она должна была быть там. Но были разные причины, по которым мы отказывались от чего-то. Некоторые музыканты, соло-музыканты, очень классные гитаристы, перкуссионисты и другие музыканты были записаны в России. И никто этого не чурался, потому что, когда есть классные соло-музыканты, и они есть у тебя в стране, и ты их знаешь, и ты работаешь, используй и работай. Мы записали потрясающий хор. 30 человек, женский хор, поют как одна. Я был просто шокирован, особенно вернувшись, вот тогда мы уже вернулись из Англии, писали хор, я немножко мандражировал, зная наших людей. 30 человек, это не 2 и не 5 даже, это 30. Пришли, спели, ну просто прекрасно. Все встало, вот то, что нужно. Им надо было просто петь АА, никакого акцента ничего не требовалось, но тем не менее, они спели, партии там были не самые простые. Соответственно, я уже объяснил, мы записали оркестр, чтобы получить тот самый звук. Но мы и в песнях, отвечая на вопрос, может быть, ваш или тоже тролли из интернета, которые много мне писали, мы хотели получить и рок-песни тоже, с нормальным английским языком. Когда я говорю нормальный, я имею в виду относители языка, который говорит без акцента. Не русский чувак, который поет по-английски, как умеет, как вот научился, да, там, практиковался, а английский. Мы хотели, чтобы музыканты, которые играли на гитарах, на барабанах, на бас-гитаре, они были полностью свободны умом от паттернов российского музыкального мышления. Чтобы это были люди, которые никогда не слышали Пугачеву. Чтобы это были люди, которые никогда не слышали, не знаю, ну кого угодно, лепса, ну неважно, российскую музыку. Потому что российская музыка есть хорошая, есть плохая, но она все равно немного другая, она не западная. А нам при записанном западном оркестре и при дальнейшем продвижении продукта на запад хотелось не только оркестр, но и песни получить тоже, грубо говоря, относители языка и музыки. Чтобы не было такого, что оркестр звучит, как в голливудском фильме, а песня спета с плохим произношением и сыграна с определенными русскими музыкальными традициями. Потому что даже если русский барабанщик играет рок всю жизнь, он все равно его играет немножко не так, он его играет по-русски. И это не плохо и не хорошо, это просто, ну как акцент. Нам хотелось избавиться, поэтому мы запарились и записали музыкантов в Нэшвилле. И тут мы закольцовываем нашу речь, подводя ее уже почти к концу. Что такое Нэшвилл? Это город в Америке, в средней полосе Америки, в котором население 600 с небольшим тысяч человек. На эти 600 с небольшим тысяч человек, более 80 студий звукозаписи, забитые так, что не протолкнешься. То же самое в Нью-Йорке, то же самое в ЛА, то же самое в Весте. Со своим акцентом, со своей музыкой. Да, Нэшвилл это фолк музыка, это кантри музыка, это поп Теннесси, да. В Нью-Йорке более интеллектуальная музыка, в ЛА, понятно, солнечная и попсовая музыка, да, Голливуд. У них это все делится. Но в Америке, я говорю о том, что 80 студий на 600 тысяч человек, это индустрия. Сколько в Петербурге студий звукозаписи? Сколько у нас жителей в городе? 7 миллионов? 10 миллионов? Я думаю, нелегальных миллионов 9-10. Согласитесь? Примерно. Но официально пусть будет 7. Сколько у нас студий звукозаписи? Более-менее нормальных? 5. 6. Подпольные студии, к сожалению, в том же Нэшвилле я тоже не считаю, потому что я говорю только о студиях, укомплектованных для разных процессов записи. Ну, то есть у которых хороший инструментарий, хорошая акустика, хороший микрофонный парк. Я говорю о больших студиях. Конечно, подпольных везде много. Но когда ты в практике... Поверьте, это моя личная практика. Где-то лет 10-12 назад я пришел тогда еще со своей группой, в которой мне приходилось там... Мне нравилось это делать, многие вещи делать самому. Я пришел на студию, располагающуюся... Это довольно известное название студии, я не буду его произносить. Она располагалась в подвале у метро Парк Победы. Я зашел в этот подвал. Мы начали писать гитару. Мне уже тогда это не понравилось. Я начал играть, меня ударило током. Потому что у них просто на полу была вода рядом со звукозаписывающей аппаратурой. И они брали за это деньги. Вот это не индустрия. И обратная история по поводу студии. Мы наши записи делали на студии Blackbird. Ни для кого не секрет. В клипах на песне очень много кадров оттуда. Мы взяли большую студию, студию A на Blackbird, потому что там есть проверенным временем зал, где пишутся барабаны. Они очень классно там звучат. Там писались, не знаю, слейдерская библиотека. Ну, слейдерская библиотека, понятно. Кстати, был и Джон Макбрайт, который ее писал. Который рассказал чудовищную историю, как к ним приезжают русские люди. Иногда пишут барабаны, а потом их заменяют сэмплами на сведении. Он не понимает для чего. Но, тем не менее. И у них вот этот узнаваемый тоже зал барабанный, в котором записано очень много рок-музыки узнаваемой. Поэтому мы взяли эту студию. Опять же, не могу вам сказать о ее стоимости. Но скажу, что расходы на запись в Америке практически сопоставимы с расходами на запись в Москве, в некоторых частных студиях. То есть это не что-то запредельное. Но ты получаешь другой сервис. Ты получаешь инженеры, ты получаешь полностью рабочее оборудование. Они за полдня до начала записи, накануне, включили всю ламповую технику, чтобы она просто прогрелась и работала нормально. Это просто так. Они потратили полдня, чтобы включить ламповую технику. Мы сказали им, хотим. Мониторы, микс-инженер Рома Уразов, который все это работал и делал. Он говорит, я бы хотел, если у вас есть, поставить мониторы PROAC. Я привык к этим студийным колонкам работать. Не вопрос, они пошли на склад, поставили ему нужную модель PROAC. Она у них просто была. И он в комфортных условиях, в которых он работает, в Петербурге, в Москве привык. Он работал там. Это сервис. Хочется работать. Мы попросили у них эквалайзер PULTEC. Это винтажный пассивный эквалайзер. Они повели на свой склад. Там огромная, штук 30 PULTEC. Они говорят, выбирайте. 1972 по 1974 год, в этом другие лампы. Просто выбирайте тот звук. Потому что для них понятно, что, возможно, мы ищем конкретный PULTEC и знаем, что он дает такой-то звук. И это важно, потому что мелочей для них не существует. И находясь в этом режиме работы, в этой индустрии, ты понимаешь, почему они платят деньги, почему хочется платить. И почему группы зависают на студии неделями и ищут тот самый звук. Они просто пришли, записали и так далее. И поверьте мне, заканчивая вопрос об индустрии, еще одно маленькое сравнение. Вот когда на большинстве студий, даже неплохих студий в Питере, студийный час стоит от 600 до 1000 рублей, а ребята, которые записывают музыку, покупают в день этот студийный пиво на большую сумму, к примеру, или вискарика берут с собой за несколько тысяч рублей, хотя они могли бы оплатить там 3-4 часа или смену, я не знаю, мастеринга, ничего не изменится. Поэтому начинать нужно с себя и менять свое отношение к делу. Я надеюсь, что это когда-нибудь произойдет. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова